Система озера Байкал, конечно, абсолютно уникальна. Пресноводное озеро посреди материка, очень глубокое, формирующееся своим уникальным путем. Это привело к тому, что на озере Байкал огромное количество эндемиков. Странно и непонятно, насколько она может приспособиться к тем условиям озера Байкал. Кромешная темноте, можно сказать, в ледяной воде приспособиться к этим условиям выжить. То есть, с одной стороны, нерпа очень сильно зависит от всех нижележащих компонентов. Если что-то случится на любой из этапов этой пирамиды, это неизбежно отразится на нерпе. Поэтому мы говорим, что морские млекопитающие – это такие индикаторы состояния экосистемы, которые всегда показывают, что что-то на нижележащих уровнях не так. 15, наверное, лет пришла в определенный спор, стоит ли пикать вообще туристов на Ушканье острова или нет. Растет интерес именно к Байкальской Нерпы как рекреационно значимую виду, виду, который хотелось бы людям увидеть в естественной среде. Любой фонд, когда он создается, его ключевая задача – решить ту проблему, вроде которой он создавался, и прекратить свое существование. Вообще, это такая волшебная миссия, которую каждый фонд, наверное, видит перед собой. Хочется, конечно, сохранить такого уникального эндемика, как Байкальскую Нерпу, просто потому что, ну, представьте, вы выходите на берег Байкала, а там нет нерпы. Ну, это же очень грустно. Чтобы то, что мы узнаем о Байкальской Нерпе, оставалось не только закрытой информацией, доступной научному сообществу, но и для широкой аудитории, которой просто интересно соприкоснуться с байкальским тюленем и узнать о нем больше. Субтитры создавал DimaTorzok